Мы начинаем наши занятия вторые по тому, как мы сейчас будем соединять наши две планочки боковые И сейчас будем соединять на лежачий фалец две боковые планки Вот одну планку мы уже с другой соединили на лежачий фалец И сейчас будем продолжать нашу работу и соединять Сейчас мы будем немножко подриктуем Так, подриктовали Теперь мы переворачиваем И будем откладывать ширину кромки Ну, ширину кромки мы откладывали, вот первый раз мы откладывали 20 мм Сейчас мы тоже отложим 20 мм Ну, для того, чтобы убыстрить, мы решили отложить прямо по полоске металла У нас более-менее ровная сторона И теперь начинаем отгибать кромочку Отгибаем мы кромку крольными вещами, которые у нас под 45 градусов Ну, вот можно, чтобы у нас это не болталось, кромочка Где планочка, можем ее прижать, но не обязательно Так, отгибаем строго по линии 20 мм Вот, отгибаем плечами кройными 45 градусов Ну, вот в этом месте лучше вот так вот держать поровнее Не так вот, потому что у нас смещается кромка Вот точно упирать ее в линию Вот так вот, да, тогда у нас будет точно Не смещаем, не смещаем Вот точно вот сюда в линию гиба Потом это можно будет потом уже фирмой Малко взять инструмент Этим инструментом, да, точно уже завалить эту кромку И стараемся в линию гиба все это упирать Чтобы у нас точно кромка отогнулась по размерам Отлично Ну, можно вот эту кромку еще дальше завалить Побольше ее Да, и вообще, чтобы она лежала Завалить ее прям можно руками потом прижать вверх Да, вот так вот, побольше, побольше Да, вот отлично Отлично Так, теперь мы переходим и гнем Так, дело все в том, что У нас должно быть Никита, у нас тут получается такая вещь Мы должны, вот так как у нас эта планка У нас вот где отогнуто здесь Должно быть на второй планке адекватно Если мы ее так соединим У нас вот это вот не совпадает Смотрите Нам надо ее тогда Ну, мы вот это не переворачиваем Переворачиваем ее обратно И таким образом, чтобы у нас, смотрите У нас вот эта вот кромка Видите, тогда совпадет с этой Мы просто сейчас берем ее Вот эту кромку И отгибаем сюда И соединяем То есть не надо было вот это переворачивать Вот Да Ну, отгибаем сюда вот От себя, да Внутрь Вот, немного подальше Чуть-чуть То есть мы сейчас откладываем 20 миллиметров Кромочку Отгибаем ее Так, лучше с той стороны снимать Отгибаем ее Кройными клещами От 45 градусов Ну, можно сразу не стараться отогнуть Иначе у нас Смотрите, вот мы делаем так Сначала один край посередине И следующий край Тогда у нас уже формируется Точно по линии гиба Вот здесь вот Обязательно надо Так И сразу не отгибаем под 90 Потихонечку Сначала 20 градусов Вот так вот Чуть-чуть 20 Так И вот теперь уже можем формировать Да Если что Чтобы у нас совпадала Вот эта линия с гиба И кромка Отлично Постепенно, постепенно Потихонечку Не отпишем Это неправильно сделали, Никита Надо было не в эту сторону отгибать Так вы же так сказали Никита Никита, это была ошибка Я проверял Никита спит Или он что-то думает Все-таки Так-то можно Нет, я не переворачиваю Вот, Никита У нас получается Я же правильно начал делать Зачем? Правильно Значит, ну ничего страшного Мы просто берем Разгибаем Не-не, ничего не разгибаем Это устраняет следующий онзыв Мы берем Проводим линию Вот здесь вот Еще одну Вот И это просто отрезаем У нас же достаточно здесь Длинная планка А гнутую нельзя Ну, гнутую Опять сректовать Опять перегибать Лучше, конечно Ее взять Да и отрезать Ну, смотрим, что она была Более-менее Параллельная линия Вот И отрезаем Так, сейчас я перейду В другую сторону Не торопимся потихонечку Именно Стараемся попасть В линию Петушков тоже Стараемся не делать Все, ура Меня подрезали Отрезали Ненужную нам Кромку Кромку Зачем переворачиваем Чтобы соединить Так, она у нас тогда Пойдет вот эта С этим не совпадет А, вы хотите Вот наверх ее поднимать Так, а мы можем А как я здесь вниз буду Поднимать А, ну, хорошо Как удобно, так и делаем Ничего не скажу Как удобно, так и делаем Так, с этой стороны Теперь Постепенно Сразу не отгибаем Сначала 20 Отлично Все, отлично Так, запиралось По линии И, давайте Точно Сюда В Мет Продолжение Влад Т Отрезали Мет С П hav У У ну все теперь у нас все правильно все совпадает как мы теперь будем соединять мы лежачий фальс соединим чтобы он у нас не расходился правильно мы сейчас тогда сделаем такой хитрый штрипс кляймеру поставим который будет зажимать эту кромку а как мы ее посередине до середине чуть-чуть и вот здесь прихватываем и куда мы и теперь вот сюда да здесь можно теперь прижимая вот эту камеру можно теперь теперь мы ее раздеваем обратную сторону да что у нас здесь и еще раз туда ну и там переворачиваем зачем обе мы оставляем его как у нас было переворачиваем вставляем сюда затягиваем просто здесь немножко надо все вот достаточно и теперь вставлять и вот в этом месте теперь надо попасть в эту кромку все попадает но и и надо еще и приступить чуть-чуть вот сюда немножко подключать держать за эту и нет вы окончание когда сверху делать вы еще вот это не не зажали вот здесь вот не придает до конца вот сейчас вот потом уже уплотнять вот сейчас уже можно уплотнять так ну вот здесь вот тут вот надо еще подровнять вот это вот место вид выскочил ударьте вот сюда вот яночка вот сюда вот или киянка или выходит чуть-чуть вот все все не поставьте посерединке как раз вот это посерединке вот это место держите уплотнитель владеет мы не подрезали надо 3-4 миллиметра ставить да подрезные минусами это много один сантиметр много чуть-чуть поменьше вот так вот смотрите когда объем объем не вот сюда вот а чтобы у нас киянка ударяла вот полностью и уплотняем вот так вот отсюда вот так идем так отсюда идем и до конца когда у вас появляются такие обрезки чтобы их на столе не было глаз не попали нужно иметь такое ведерко там рядом где-то да и и в него складывать чтобы или подальше потому что может в глаз отскочить и в следующий раз заведем ведерко но таким образом но вот здесь вот еще подкорректируем пола здесь все и собственно говоря все сделано правильно теперь вот ну немножечко потом уплотним вот эти места все у нас все у нас совпадает эти у нас кромки подняты там подняты все вставочка у нас сделано нормально ну то что здесь у нас небольшой здесь получается но мы здесь вот немножечко еще еще немножко сдвинем один миллиметр довольно таки неплохо ну спасибо